Сегодня Лавре, ведущего экономиста Республики Башкортостан, в нашем эфире неожиданным образом перехватывает дела Розакуановна Гундорова. В минувший четверг она собрала небольшой круг интересующихся, в том числе и меня, кстати говоря, и сделала антидоклад о пятилетке Хабирова. Доклад этот, к моему удивлению, содержал достаточно большое количество данных, которые, ну, по крайней мере, на меня произвели впечатление. И, тем не менее, они лишь подтвердили те тезисы, которые мы многократно озвучивали в наших выпусках, и вообще не только мы так думаем. Тезисы о том, что экономическая политика Хабирова в регионе, это, конечно, абсолютный фейк. Ну, еще касались немножко неисполнения обещаний и неисполнения обещаний не только народу, но и самому Владимиру Владимировичу Путину. Это вот тоже коснулось госпожа Гундорова, оценивая деятельность Хабирова на посту главы региона на протяжении последних пяти лет. Так вот, по пунктам, то, что меня заинтересовало в докладе об итогах работы Хабирова в последние пять лет. Первое. В республике Башкортостан несколько лет подряд снижается собираемость земельного налога. Вот. Вопрос почему? Вроде бы земли сдается больше в аренду, земли больше продается, а налоги с земельных вот этих сборов падают. Парадокс. Что-то здесь нечисто. Дальше. По данным Росстата в республике Башкортостан работает миллион девятьсот тысяч человек. Причем, по данным налоговой платит НДФЛ только полтора миллиона человек, куда делись четыреста тысяч. Они не работают или не платят? Ну, это вопрос госпожи Ивановой, которая с пеной у рта доказывает, что у нас минимальное за все время наблюдение безработица в регионе. Еще одна цифра. В республике Башкортостан 51% работающих это бюджетники. А значит, что их НДФЛ это всего лишь перекладывание денег из одного кармана в другой. Ну, то есть, государство сначала им платит зарплату, а потом вычитает из государственных денег в пользу государства налог на доходы физических лиц. Согласитесь, абсурд. Следующая цифра. Только 67% жителей республики Башкортостан имеют легальный доход. Опять же, по данным налоговой. Из них 29% это пенсионеры. А исходя из собираемых сумм налога с доходов физических лиц, а это 360 миллиардов рублей в год, мы понимаем, что средний доход работающего и платящего налоги жителя Башкирии составляет примерно 300 рублей в день. То есть, это наводит на мысль о том, что огромная масса доходов находится в тени. При этом население республики тратит на 57 миллиардов рублей больше, чем официально зарабатывает, отчитываясь в налоговой инспекции. Ну, вот так вот нам рассказывает госпожа Гундорова. Еще одна интересная цифра. В республике Башкортостан 886 сельсоветов. Ну, это всего сельсоветов. Из них в 562 сельсоветах зарплата ниже минимального прожиточного уровня. Причем, даже невзирая на то, что платить зарплату ниже мрот запрещено законом и наказуемо. И при этом всего лишь 26 крупнейших предприятий республики формируют 80% налоговых вступлений. Вот такие перекосы нам проиллюстрировала госпожа Гундорова. Повторюсь, мы, конечно, обо всем этом и так знали, но, возможно, не было точных цифровых показателей вот этих процессов. То, что население нищенствует, мы знаем и так. То, что существует достаточно большой серый оборот налички серых зарплат, это известно давным-давно. Но цифр, по крайней мере, не было. И еще несколько цифр. Более 70% предприятий, получивших бюджетные средства, используют их нерационально или попросту крадут. Это исходя из статистики, видимо, расторгнутых контрактов или исполненных с какой-то кривизной. Не знаю, откуда вот эту статистику взяла госпожа Гундорова. И совсем уже печальные итоги. Это то, что в республике Башкортостан сейчас собирается налогов торговли и услуг больше, чем налогов, например, с производства. При том, что мы долгие годы и десятилетия гордились тем, что Башкортостан все-таки индустриальная республика. Ну и завершает госпожа Гундорова свой печальный доклад тем, что 100% муниципалитетов являются у нас дотационными в республике. Но это совсем, кстати говоря, плохо. Ну, собственно, подытожила Дилара Закуановна пятилетку Хабирова достаточно метко, назвав ситуацию так, цитирую. Ситуация стабильная, тонем. Ну, вот так она это охарактеризовала. В целом, она достаточно точно описала ситуацию и указала на главного виновника, господина Хабирова. А вот в России же, на самом деле, не один вопрос, а два. Кто виноват и что делать? С первым вопросом у Гундоровой все, в принципе, нормально. Виноват у нее во всем Хабиров. Ну, так, видимо, было описано сценарием. Но вот со вторым вопросом у нее совсем все непросто. Ну, будучи совсем экономистом и совсем не политиком, госпожа Гундорова, конечно, не задумалась о том, что некоторые процессы, на самом деле, несколько сложнее, чем ей кажется. И продемонстрировала тем самым восхитительную наивность в вопросе, что же нам делать? Ну, на фоне вот таких вот ужасов, которые она нам живописала. Так вот, она свято верит в то, что все зло в республике исключительно от Хабирова и общая система в Российской Федерации, которую 23 года выстраивал Владимир Путин, здесь совершенно ни при чем. То есть, вот свалился к нам с неба вот этот злодей и терзает родную республику. Ну, вот примерно так это выглядит в ее восприятии. При этом, отвечая на мой вопрос, который мне было позволено задать, она прямо и однозначно заявила, что она верует в возможность создания отдельно взятой процветающей республики вокруг и в составе России, в которой все катится в тартарары, а у нас тут будет, как говорится, пятница вокруг нас все время. Вы понимаете, что то, что вы описали, это не продукт отдельно взятой команды злодеев, которая захватила власть в Сталинской Федерации, это глобальный результат деятельности Владимира Путина и всего его, всей его команды на протяжении последних двадцати, трех-четырых лет. Верю, знаю, что можно в рамках тех, скажем так, законодательных возможностей построить свою конструкцию. Я не могу такой ответ от серьезного человека воспринимать как, ну, как бы, либо осознанный, либо сознательный, потому что, ну, любой маломальски здравый человек понимает, что и Хабира, и вся его команда, и вообще ситуация в республике Башкортостан плотно увязаны с общероссийской ситуацией, и отделять их точно друг от друга нельзя. В общем, пытаясь войти в неспокойную семью башкирских активистов, Диллара Закуановна Гундорова в конце этой встречи заявила, что она учреждает народное правительство и начинает проводить его заседание уже с 7 ноября текущего года. Ну, вот, как бы, по вторникам, вслед за Хабировым. Мне осталось так и неизвестно политическое происхождение Диллары Гундоровой. Ну, как бы, эта загадка рано или поздно точно будет раскрыта. Мне, например, стало очевидно, что какие-либо вообще даже зачаточные политические навыки у нее отсутствуют напрочь, а вот такой жанр, как «Вот я стою перед вами, простая российская баба», этот жанр уже давно не прокатывает. В общем, будем, как говорит Алексей Алексеевич, наблюдать, ждать формирования вот этого народного правительства, и лично я буду ждать ее, этого формирования с улыбкой, потому что понимаю, ну, примерно понимаю, кого же туда наберут.